Ом-Ти-Ви-Юэй про головне. Дроны-то не страшны. Обломки дронов у нас. Да, да, после хлопков. Дроны-то, да, а вот обломки прям вот они вот с обломками не страшны. Два самых страшных слова. Хлопок и обломки дронов. И упавший, да, обломок. Совершенно верно. Кремлевские пропагандисты, которые мечтали взять Киев за три дня, жалуются на сложную ситуацию на фронте. Обстановка сейчас на фронте гораздо хуже, чем в 22-м году. Просто вы, дорогие гражданские, этого не знаете. В связи с этим у меня абсолютно риторический вопрос. А ради чего вообще все это затеяно? Ради того, извините, чтобы сдохнуть, будучи обладателями Крыма и Донбасса? Теперь они призывают жителей приграничных областей России собирать вещи и эвакуироваться. Россиянам рассказывают, что против РФ якобы воюют 52 страны. Что вы хотите? 52 страны воюют против нас? Российский пропагандист, друг Гиркина Юрий Евич, пожаловался, что российское население живет по принципу «никакой войны нет и никаких мобилизаций не надо». Население всей страны живет, ну, с первого до последнего человека, живет по принципу «никакой войны нет, есть специальная войсковая операция, которая меня не касается, никаких мобилизаций не надо, ничего делать не надо, все как-то само собой разрешится». При этом россиян пугают крупным наступлением вооруженных сил Украины уже в ближайшие месяцы. «Очень большая вероятность, что уже этой осенью будет предпринято крупное наступление противника. Наступление будет заметно больше, чем под Изюмом, гораздо большими силами, и, скорее всего, сильно превзойдет то, что было под Курском совсем недавно. Не исключено, что противник займет даже крупные города, в том числе под угрозой, находящейся к нему на юге Курск и Белгород». Россия, вероятно, задумала очередное военное преступление с убийствами и расстрелами, как в Буче во время вторжения ее войск в Киевскую область в 2022 году. Вот только эти зверства российские террористы планируют совершить на собственной территории, а именно в Курской области, а потом приписать все вроде бы вооруженным силам Украины. «Соответственно, какое будущее ждет детей на оккупированной территории, понятно. Мужчины и женщины примерно тоже. Но лучше сдернуть и подальше». Подготовку к реализации такого сценария ведет ФСБ. В то же время кремлевские пособники уже разогревают под это информационное пространство. «Раньше Украина эксплуатировала образ страны жертвы, на которую напали. Теперь автоматически эта страна-агрессор, она напала на территорию Российской Федерации, на мирных жителей. Насколько я знаю, военных там не было. Украина в очередной раз нарушила эти соглашения, продемонстрируя, что она недоговороспособная страна. «Почти международные соглашения там нет...» «Совершенно верно. И она автоматически обратилась в страну-агрессора». Одним из элементов пропаганды в этой операции является заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой о якобы украинских концлагерях в Курской области. «По сути, есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей». Вот это они, те самые концлагеря, которые, по словам пресс-алкаше Захаровой, якобы построили украинцы. «На-то, вам хоть горошка, муки взяли, воды взяли. Хочешь что-то будете есть. Иди сюда. Лекарства треба какие-то? Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза в плен, в рабство? Это же просто один и тот же почерк». Ни одно издание еще пока не напечатало, что Путин готовит ядерный удар по Курской области, по украинским войскам в Курской области. Для массированного применения боевого нет никакого смысла тактического ядерного оружия, потому что бить атомными снарядами из пушек по взводным и ротным опорным пунктам это что равно, что кувалдой пытаться комаров убить. Это бессмысленно с военной точки зрения. Но если это не военная необходимость, а исключительно демонстрация, ужас нагнетать. «Смотрите, мы уже применили атомное оружие, следующий будет шаг к катастрофе, немедленно миритесь с нами, или мы сейчас, я психический, сейчас застрелю себя и всех вас тоже». Есть идеальная для Путина схема выстрелить по украинским войскам в Курской губернии. Россия на своей территории может что угодно производить. Да, это атомное испытание, но они, простите, на русской территории. А что там украинские войска делают, мы не знаем. Они незаконно пересекли границу, сами идиоты виноваты. Понимаете? Никто даже не чухнется по этому поводу, Запад ничего не сможет сделать. Особенно, если это обставить не просто вот законодательно, вот доктрину изменили, там еще и объявление сделать сразу после испытания, соответствующие на всех каналах, чтобы довести через РТ, через очень эффективный механизм пропаганды российской на Западе, вся Америка узнает, что Россия провела испытание атомного оружия в Курской губернии. На украинских войсках. А что там украинцы делают, это их проблемы, их предупреждали. Не лезьте за красные линии. Это как раз то, что Путину надо. Идеальный вариант. Красные линии там все издеваются, что ха-ха-ха-ха-ха. Красные линии Путина не существует. Вот он покажет, что они существуют. Идеально. Идеально. Ребята, это идеальный вариант. Не надо мне рассказывать сказки про новую землю, про то, что это все пустые угрозы. Я вам говорю, что это абсолютно реальная операция, которую сейчас готовит. Потому что она мне в голову пришла в Уругвай. И вы что думаете, что в России все идиоты? Нет, ну Путин, конечно, плешивый придурок. Но он придурок не потому, что он вообще глупый, а потому что у него картина мира искаженная. И он из-за этого принимает дурацкие решения вроде нападения на Украину. Но в рамках этой картины он очень последователен и рационален. Это рациональная идея в рамках его бредовой картины мира. Поэтому первое, в чем не прав Марк Чемпион, что это не пустые угрозы. Это реально ядерная тревога осени 2024 года. Но мы же с вами все-таки понимаем, что это, что называется, последний довод королей. Ультима рацио регис. Потому что после боевого применения тактического атомного оружия, а-ля испытания, следующий шаг останется только один. Это удар стратегическими ракетными силами по Соединенным Штатам Америки. На это Путин пойти не может. У него золотые держатели туалетной бумаги на яхте. У него внуки, у него дети, у него элита, которая все еще смотрит на него, как на идиота, который испортил им жизнь. И мечтает, втайне мечтает. У каждого второй паспорт. Что мы вот сейчас войну закончим. Как-нибудь там, да, на словах чего угодно можно говорить. Что мы там ультрапатриоты, мы за Россию всех порвем. Но на самом деле они все мечтают вернуться в виллы на озере Кома, в квартиры в Женеве, в поместье в Тоскане. В гробу они видели все эти бахмуты, авдеевки. Это им ничего не нужно. Поэтому, конечно, никто не пойдет на глобальную ядерную войну. Это надо быть полным идиотом. Путин, в принципе, говорит правду, когда провозглашает, что Россия будет применять в полном масштабе ядерное оружие. Только в ситуации, когда будет существовать угроза для российской государственности. Читай, для его режима. Вот для его режима, если он останется, как Гитлер, перед перспективой применить чудо-оружие или проиграть в войну и застрелиться, то он, конечно, его применит. Это было понятно. Ленский будет просить США помочь ему закрепиться в Курской области. Дальше обучение на базе вооруженных сил Румынии, где украинские хлопцы будут тренироваться еще полгода уже на настоящих двухместных F-16 с инструкторами из Бельгии, Дании и Голландии.